Всем привет! Я Скиф, это Don't Starve Together Плюс на следующей неделе, кстати, еще и твич дропс обновят В общем, много всего интересного в самом ближайшем будущем Ну и про новые фишки Вайнона поговорим чуть позже А сейчас давайте заглянем в магазин Ибо в магазин завезли все скины на персонажу Вайнону То есть это и почетный гость, это и выживший, это и триумфальный, это и сет Рос Плюс новый индустриальный сет, итого получается 5 сетов за 300 рублей Если у вас были вещи из каких-то этих сетов, там из сета Рос, там или триумфального То они апгрейдятся до нового вида редкости, семейная реликвия И такие вещи можно разобрать за 1350 ниток Я так понимаю, их теперь, наверное, нельзя продавать на торговой площадке Потому что появились вот эти новые скины и смыслов, ну, вот эти новые, относительно новые Которые теперь просто приобретаются в паке Короче, не очень понятна эта ситуация с теми скинами, но не суть Главное, что у нас есть такой пак И есть второй пак вещей Здесь у нас первый скин на забор, наконец-то Возможно, они еще и на стены завезут Было бы очень-очень неплохо Ну и также тут скин на указатель Плюс просто задний фон И иконка Здесь ее почему-то не показали Ну, иконка, в общем-то, в виде указателя Собственно, таким вот образом выглядит новый скинчик Это индустриальный Здесь у нас Войнона представлена в своей ипостаси Она работница завода Да, и вместе с обдавлением, кстати, вышел и анимационный ролик Прикольный, который приоткрывает некоторые завесы тайны над лором Вселенной, над миром Константы В общем-то, над теми событиями, которые предшествовали Попадению наших персонажей в мир Константа В общем, прикольный анимационный ролик Почетный гость На Войнонке тоже смотрится очень неплохо На самом-то деле, это, наверное, мой наиболее Нелюбимый, так сказать, вид сетов Потому что они все достаточно странные Гораздо более прикольно смотрится Сет Рос, например Он, кстати, изначально был очень дорогим, как только появился Ну, а теперь легко получается путем приобретения пака за 300 рублей Это ли не здорово? Сет из Выжившего Из комплекта Выживших Тоже очень неплохой Кстати, Выживший Триумфальный, пожалуй, и сет Рос Наверное, наиболее прикольные сеты Ну, в общем-то, я об этом и говорил Не включая те, которые у нас там заразные ивенты были Ну и Триумфальный Тут у него очень коварное выражение лица Ну и, как я и говорил Эта Теневая коллекса, наверное, наибольше всего мне нравится Наибольше Больше? Тупо всего Ну и теперь давайте посмотрим на новые примочки Которыми стала обладать Венона Ну и, кстати, совсем забыл упомянуть про то Что изменили систему выпадения вещей Теперь вещей будет падать гораздо-гораздо больше Во-первых, за каждый вход в игру Раз в день выпадает вещь Итого это получается за 7 дней 7 вещей И в течение недели ранее можно было получать только 4 вещи Теперь 8 Итого суммарно Ранее мы могли получить всего лишь 4 вещи за неделю Теперь 15 Что, считай, в 4 раза больше Ну и это не все Шансы на выпадение этих самых вещей Очень так не кисло прокачали То есть, раньше шанс выпадения элеганта равнялся 0,5 Теперь 2,3 процента Опять же, в несколько раз увеличили шанс выпадения элегантов Ну и всех прочих вещей по редкости То есть, обычные вещи выпадали с 68 Процентным шансом Теперь с 55 То есть, перекочевали шансы на более редкие вещи Это круто С одной стороны С другой стороны Вещи очень сильно обесценятся Но посмотрим Вещей, скорее всего, будет тоже очень много Ну и заборчик, кстати Выглядит очень и очень неплохо Хотелось бы, как я говорил Уже на стены еще скины увидеть Тем более тут, посмотрите У забора гораздо выше разрешения Текстурки Нежели вот у этих стен из травы У них текстурки не очень Ну и если посмотреть, допустим, на Обычный Скин В табличке Если мы на ней что-нибудь пишем На ней нифига не отображается Ну-ка Так, ну давай напишем Привет К примеру, да? Напиши Тут вроде бы как Что-то тоже написалось Но опять же Разрешение не самое высокое Если же мы сделаем Теперь вот этот вот вариант Новый Напишем здесь Привет Привет Можем делать Она очень неплохо Пытались напасть Запитать его гемами Любыми гемами Допустим Единственное Единственное Надо только Заряжать генератор Либо гемами Либо использовать Тот и заряжать его Селитрой Ну и первое Что мне пришло На ум Когда я вообще Прочитал новость О том, что Вино не добавят Катапульту Это то, что Это то, что Можно будет С помощью Катапульт Убивать Чилиную Матку Биквин И Это вполне себе Работоспособный вариант Как мне кажется Надо будет подумать И скорее всего Делать Допустим Две таких Зоны С катапультами Потому что Они обладают АОЕ Уроном То есть Уроном по области И смогут Достаточно Эффективно Контрить Маленьких Этих жужиков Которых она Призывает Да, если мы будем Так вот стоять На одном месте Особо никуда не бегать Возьмем с собой Броню То в принципе И ей будут Неплохо накидывать И этим жужиком Будет прилетать И доставаться Если опять же Повторю Сделать две таких Зоны Или там три То вполне себе По-моему Она очень таки Быстро может Отлететь В общем Прикольное Изменение Персонажа Персонажик Раньше Не особо Сильно игрался Но теперь Вот с такими Вот фишками И плюшками Я думаю И за нее Гораздо Чаще Станут Играть Пишите Ваше мнение Как вам Такие изменения Какие применения Можно найти Катапульте И прожектору Я думаю Для катапульта На самом деле Найдется масса применений На разных фермах И вот В убийствах боссов Я думаю Только биквин Хотя Может еще где-то Как-то их можно будет Использовать Надо подумать Обновление Только-только Вот вышло На этом же Всем спасибо За просмотр Не забываем Подписываться на канал Ставить лайк Если вам понравилось И всем всего хорошего Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok